Всем привет! Добро пожаловать на седьмой урок по iOS и Swift. И тема сегодняшнего урока будет CoreDate. Она используется для того, чтобы хранить файлы на телефоне, чтобы сохранять какую-то информацию, и затем, чтобы мы могли ее прочитать, изменять, удалять. Чаще всего она используется как дополнительное кеширование для программ на телефоне, то есть чтобы дать какой-нибудь offline mode, или чтобы мы могли проверить, какие файлы у нас загружены, и не подгружать их с интернета, а сначала показать пользователю их намного быстрее, для того, чтобы иметь возможность при отсутствии интернета показать, например, последние загруженные файлы. К примеру, если мы делаем какое-нибудь социальное приложение, социальную сеть, то мы можем показать ленту, которая последняя была загружена, и затем догрузить из интернета, если у нас присутствует интернет-соединение, и отобразить уже новые записи. А так у пользователя будет уже хотя бы какая-то минимальная информация. Иногда бывает приложение, которому даже не требуется интернет, например, будильник, и нам нужно хранить какие-нибудь данные относительно будильника, или у нас какой-нибудь фитнес-трекер, и нам нужно сохранять информацию от браслета, к примеру, на наш телефон, в приложение. Опять же, для этого всего может использоваться Core Data. И сегодня мы поговорим о том, как она устроена, и как правильно создать Core Data Step. Если он правильно создан, то чаще всего проблем с Core Data не будет. Вот это вот, скажем так, самое узкое место в Core Data. Ее вот сердце, это Core Data Step. Для нас, как программистов, то есть пользователей Core Data, она представлена в виде объектного графа, нереаляционной базы данных. Но внутри нее может быть SQLite база данных, может быть XML, может быть бинарная файл, может быть в оперативной памяти, она создана. Чаще всего используется именно SQLite база данных, как ядро Core Data. Теперь давайте разберем, из чего состоит Core Data Step. В нем есть Persistence Store. Persistence Store – это именно наши файлы на диске. Persistence Store координатор – это тот элемент, который взаимодействует между файлами на диске и возвращает их нам в оперативную память. И может их обратно записать на диск. То есть он, исходя из названия, координирует данные между диском и нашим приложением с оперативной памятью. Managed Object Context – это контекст, в котором существуют те объекты. Объекты – это наша заметка, объект пользователя, объект книжка и так далее. Они не могут вкрутать и существовать сами по себе. Они могут существовать только в определенном контексте. Вот так выглядит схема Core Data Stack. Как видите, внизу, на нижнем уровне, у нас есть Persistence Store. Это либо SQLite хранилище, либо бинарное хранилище, либо в памяти хранилище – это наше хранилище. Между Persistence Store и Managed Object Contextом у нас есть Persistence Store координатор, который, собственно, и координирует их взаимодействие. И в контексте у нас существуют объекты, как, например, тут на схеме – это книжка. То есть контекстов у нас, как правило, будет несколько. Мы их можем создавать, удалять. Это незатратная по ресурсам операция. И обычно на отдельные какие-то задачи существуют свои контексты, чтобы они не конфликтовали между собой, потому что Core Data у нас не потокобезопасно. Поэтому мы можем на каждую операцию значимую использовать свой контекст, который затем мы будем сохранять в наш Persistence Store в конечном итоге. Теперь это уже более приближенная схема к тому, что мы будем воссоздавать в нашем приложении. У нас будет Persistence Store координатор. Как правило, он один на приложении. У нас будет Private Managed Object Context. То есть контекстов у нас будет несколько. Самый важный будет скрытый. Он будет только существовать внутри нашего класса, который мы назовем Core Data Manager. Он будет сохранять файлы уже в Persistence Store с помощью корзинаторов. Также у нас будет Main Managed Object Context. То есть главный контекст, который будет работать с главным потоком. Это нужно в том случае, если мы будем непосредственно взаимодействовать с пользовательским интерфейсом. Главный поток будет работать не с Persistence Store координатором, а как вы видите на схеме с Private Managed Object Contextом. То есть чтобы не загружать главный поток, поток интерфейса. Мы с главного передаем все в Private Managed Object Context, который в фоне уже будет производить запись файлов на диск, тем самым не блокируя главный поток. И от главного потока мы сможем создавать маленькие Child Managed Object Context, то есть контексты, которые зависят от главного контекста. И их может быть несколько, как я уже говорил, на каждую операцию может быть разный, так как в Apple создание контекста это не затратная операция, поэтому рекомендуется использовать несколько контекстов на разные задачи. Они будут все передавать в главный контекст, а главный контекст будет это передавать в наш скрытый в Core Data Manager контекст, который уже будет это все записывать. Это даст возможность построить хорошую крепкую систему для хранения файлов. Теперь давайте перейдем в Xcode, в то место, где мы остановились, и продолжим написание нашего Core Data Stack. Для начала создадим файл. Создадим пустой Swift файл. Назовем наш файл Core Data Manager. Мы создали файл Core Data Manager. Теперь давайте импортируем Core Data. И, собственно, создадим уже класс внутри этого файла. Теперь будем постепенно, поэтапно создавать элементы соответственно нашей схеме. Для начала нам нужно создать Persistence Store Coordinator. Persistence Store Coordinator обращается к модели по ее имени для того, чтобы взаимодействовать с ней. То есть сначала нам понадобится константа, которая будет хранить имя нашей модели. И сразу же скажем, что это имя наш класс будет получать при инициализации. Создали init метод и присвоили константе ModelName то имя, которое будет передано в init метод. Теперь нам нужно создать объект модели. В разных языках программирования, в том числе и в Objective-C, и в Swift, есть такой прием, как lazy init. То есть мы переменную инициализируем тогда, когда первый раз к ней обратимся. Чтобы сказать, что переменная managed object model может быть такой, то есть может быть lazy initialized, мы должны написать тут ключевое слово еще lazy, ленивая инициализация. И теперь прямо здесь мы напишем правила создания этой перемены. Мы укажем ее тип managed object model. И теперь пропишем, как она инициализируется. Сначала нам нужно получить ее имя. Если нет, мы не можем продолжать дальше ничего инициализировать. Поэтому воспользуемся ключевым словом guard. Мы создали model URL. Теперь мы можем инициализировать саму модель. Мы создали константу model URL. Затем мы инициализировали модель по ссылке model URL и вернули нашу managed object model. Теперь нам нужно указать круглые скобки, что означает инициализация. Итак, у нас есть переменная, которая может быть лениво инициализирована с названием managed object model. мы создали все необходимые подготовки для того, чтобы создать именно уже persistence store URL и затем persistence store cardinal. Нам понадобится имя. имя – это имя нашей модели и ее расширение cqlite. Также нам понадобится вспомогательная константа file manager для доступа к файлам, соответственно. теперь нам нужно получить путь к documents directory внутри нашего приложения в телефоне. Мы обращаемся к файламенеджеру, просим его вернуть путь к documents directory и так как это массив, мы берем первый элемент. Теперь нам нужно получить documents directory, это директория, где хранятся различные файлы и их можно там сохранять, удалять внутри телефона, внутри нашего именно приложения. Для этого мы обращаемся к файламенеджеру, говорим верни нам пути для documents directory и так как это может быть несколько путей, нам нужен именно первый элемент, поэтому мы говорим по индексу 0. И дальше мы можем уже вернуть путь к Persistence Store. Это documents directory URL плюс наш store name. путь к документу и теперь добавим Persistence Store координатор переменную, которая тоже будет lazy, то есть будет инициализироваться именно тогда, когда мы к ней обращаемся первый раз. Тип у него будет MS Persistence Store координатор. Сразу добавим тут круглые скобки. Итак, нам нужно первым делом Managed Object Model. Она обязательно должна быть, без нее мы не создадим, поэтому обращаемся к ней, создаем через GuardLad. Теперь нам нужно Persistence Store URL. и наконец мы можем непосредственно инициализировать Persistence Store координатор. Managed Object Model. и дальше нам нужно прописать определенные параметры. Сначала мы создали словарь с опциями, где указали необходимые опции для автоматической миграции. В базах данных есть такое понятие, как миграция, то есть когда мы изменяем что-то в нашей модели. к примеру у нас был пользователь, которого мы сохраняли на диск, нашу базу данных, у которого было параметр имя, фамилия и имейл. И мы отправили наше приложение пользователям, а затем мы решили добавить еще такое поле, то есть добавили возможность добавления в друзья, и теперь у нас у пользователя есть еще массив друзей, и нам нужно каким-то образом обновить нашу базу данных у пользователей, которые уже установили приложение. Нам нужно произвести миграцию, чтобы в базе данных на телефоне добавилось это поле, чтобы мы смогли нормально сохранять и доставать данные. Такой процесс называется миграция, синхронизация полей между версиями. и для этого существует автоматическая миграция, которой в большинстве случаев хватает, то есть IOS сама с этим справляется, но нужно указать соответствующие ключи. И после этого мы добавляем в Persistence Store координатор Persistence Store, говорим тип, что у нас SQLite Store, то есть хранилище у нас типа SQLite, передаем путь к этому хранилищу и передаем необходимые опции. В блоке Catch мы можем вывести ошибку, если такая возникнет. Если у нас все инициализировалось успешно, мы возвращаем наш Persistence Store координатор. Итак, мы создали Persistence Store координатор. Дальше по схеме нам нужно создать Private Managed Object Context, то есть контекст, который будет существовать именно внутри этого файла, потому что он Private. Он также будет Lazy Need. Напоминаю, что контекст это то, в чем у нас существуют наши объекты Managed Objects. объекты создаем Constance Managed Object Context. и Concurrency Type мы ему указываем Private Queue Concurrency Type, то есть он у нас существует в отдельном от главного потока, отдельной от главного потока очереди. мы указали с кем взаимодействует наш Managed Object Context. Мы указали Persistence Store Coordinator. Это если вернуться сюда, вот, видите, у нас есть контекст, контекст взаимодействует через Persistence Store Coordinator с Persistence Store. Это вот то, что мы указали вот этой строчкой. И мы возвращаем наш Managed Object Context. Теперь вернемся опять к схеме. И, как мы видим, следующее, что нам нужно сделать, это создать Main Managed Object Context. В Main Managed Object Context мы хотим, чтобы он был доступен другим классом, но вот его Setter мы не хотим, чтобы он был доступен, то есть Read Only. Поэтому мы пишем Private Set. Остальное будет похоже в основном на Private Managed Object Context. Тут Concurrency Type мы указываем уже Main Queue. И так как вспоминаем схему у нас Main Managed Object Context взаимодействует не с Persistent Store координатором, а с Private Managed Object Context. То есть для него главная задача передать то, что в нем записано, не в Persistent Store координатор и записать в Persistent Store, а его главной задачей передать то, что в нем в Private Managed Object Context. Поэтому мы пишем следующее Managed Object Context Parent Self Private Managed Object Context и возвращаем наш контекст. то есть мы указали кто является родителем данного контекста. Private Managed Object Context. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями.